На церемонии Эмми два дня назад в центре внимания были актеры Игры Престола, пока не заявились истинные короли-королевы Голливуда, Майкл Дуглас и Кэтрин Зетта Джонс. Отличный выбор, красивый цвет. Даже поцеловались на публике, правда не так страстно, как 20 лет назад. Их познакомил Дэнни Девитто в 98-м после премьеры «Маски Зорро». Сам Майкл подойти опасался, а ведь он не струсливый. Правда? Да. Они еще и родились в один день. Впервые отметили вместе в 99-м. Кэтрин исполнилась 30, Майклу 55. Сегодня Кэтрин 50, Майклу 75. Их дочери Кэрис 16, сыну Дилану 19. Как быстро они выросли. Слушай, малыш, я не научу тебя алгебре выживания в лесу. И что более морали. Но в домском вопросе я разбираюсь. Любимое место семьи в доме – диваны. Они любят почитать, поспать, посмотреть телевизор, зарыться в подушках. Кажется, у этой пары всегда все было хорошо, но это не так. Сын Майкла от первого брака Кэмерон 7 лет провел за решеткой за хранение наркотиков. Майкл в это время заболел раком, а у Кэтрин на фоне этих переживаний выявили биполярное расстройство психики. Твоя жизнь – легенда. Деньги, успех, женщины, вечеринки. Послышишь, коллега, музыка не звучит, когда не дышишь. Все это теряет всякий смысл. Со всеми невзгодами пара справилась. И в прошлом году счастливый Майкл присутствовал на открытии именной звезды на Аллее Славы с женой, старшим сыном и отцом Кирком Дугласом. Кирку в этом году 103 года. Я горд быть твоим сыном. А Майклу не уже 75, а всего 75. Кэтрин 50, и это в их семье вообще отрочество. Цифры имеют значение. 25-го с разницей в 25 лет родились эти влюбленные. Моё счастливое число. Моё тоже.